здравствуйте добрый день мы с вами продолжаем изучение книги раввия шимшан довода пинкуса врата молитвы и сегодня мы начинаем и закончим с позже помощью новый и новые врата новый шар который называется вопль по стиху витальшего там или луки мин аута и то есть вопль это вид просьбы но не просто просьбы а просьбы очень сильной и очень горькой просьбой и пишет граф пинку что она сродни тому понятию как то что мы называем истерия еще миха че не крабу луазит истерия кетерах нашим ашер бе-бе царатам мечта код бы хеет как женщины когда они теряют контроль над собой они начинают истерично плакать и кричать и просить что-то таким образом это похоже на этот шар который мы сегодня открываем вопль то есть человек какой-то мере теряет контроль над собой от силы и горечи того что он хочет просить то есть любая молитва пишет граф пинку по своей природе по своей сути это просьба просьба милосердия всевышнего но если мы возьмем и синонимы слова молитвы которые приводят мудрецы то есть не то понятие синонимы как мы привыкли думать что это тоже самое то же самое только чуть-чуть другие оттенки нет это не другие оттенки это другое понимание то есть другой смысл каждого из понятий молитвы и среди этих понятий молитвы по языку мудрецов нет понятия просьба просто но отсутствует может быть она иногда используется как синоним молитвы но именно как понятия но отсутствует и это странно потому что по своей сути молитвы это просьба как же это можно понять вася баи мишум шибе метка шерл в дибли в нашим у моби тимба мабачили эммет ру им шабака шот и нам бага шот грейда и на кулам не мрацот в нараут уми мели энк лальма кунли бакаша грейда и штраф пинку что если человек секунду подумает о тех вещах которые он просит если он поймет для чего он это просимует но нам нужно это этому нужно для потому что это а это ему нужно почему потому что это то есть в конце концов любая просьба она приводит какой-то вещи очень жизненно важен на самом деле для человека поэтому то может быть просто просьба просьбой но я бы хотел что было так было бы здорово если было так но если не будет не страшно на самом деле страшно если человек просит о чем-то всевышнему это очень действительно очень нужно это не то что и страшно если не будет у боми тим коль оба кашу чаном и вакшим кегон оба кашаля парноса нора ими от шарейдер парносами вихата им например приставки например просьба заработки да человек просит у него был достаток что был хороший заработок не просто так и пожелание не просто так просьба это на самом деле необходимо сущная необходимость человека чтобы у него был достаток на самом деле мы такие люди нам было бы не страшно только на сухом клебе только на воде но может быть это рафинкос было бы не страшно большинство людей не смогли бы так жить тем не менее даже если чек на таком уровне что он мог бы жить на хлебе и на воде но ему все равно пришлось бы и платить все за квартиру ему пришлось бы платить коммунальные услуги ему бы пришлось и возвращать долги которые по природе вещи у него появились и если у него не будет заработок он сможет возвращать долги и не сможет платить коммунальные услуги то есть его жизни у него не будет нормальной жизни он Он тогда вынужден будет уклоняться от выплаты долгов, или он должен будет уклоняться от хитрить, или как-то изворачиваться и немножко где-то воровать. Так это уже не жизнь в том понимании, в котором должна быть жизнь у человека. И это приводит к осквернению Всевышнего, не дай Бог. И также просьба о детях, ведь вечность души человека зависит от этого. Нужно понять, что имеет Рафпинкус под пониманием вечность души человека. Не просто, чтобы у человека были дети. Естественно, что каждый нормальный человек, каждый здоровый человек хочет создать семью. Что у него были дети — это естественное человеческое желание и потребность. Чтобы у него были дети, чтобы было продолжение его рода. Не только это. А что ещё? По еврейским понятиям, по духовным понятиям, дети — они продолжатели земные человека. И поступки детей влияют на душу и на состояние души своих родителей уже после того, как родители ушли из этого мира. И если дети ведут хороший, нормальный, правильный образ жизни, то это неизменно влияет на души их родителей. Души их родителей поднимаются всё выше и выше, и тем ближе они становятся к Всевышнему в вечном мире. И не дай Бог наоборот. Если дети не ведут себя достойным образом, то это неизменно влияет также и на души родителей, и они не остаются на том месте, где они были изначально, они опускаются. И в этом просьба родителей о том, чтобы дети шли путями Всевышнего. Не только ради самих детей, не только ради того, чтобы умножался свет Торы, свет Всевышнего в этом мире, но и для того, чтобы когда они уйдут из этого мира, чтобы было у их душ что-то, что питало бы их в будущем мире. И есть интересный случай, который приводит про рожащие ваты в Америке, глава Ишивы в Америке, который жил несколько лет назад, мысли жил ещё недавнего времени, он был с нами, Раф Гифтер, он, один из его учеников, женился на другой стороне, на другом побережье Америки, он прислал своему главе Ишивы, Раф Гифтеру, у которого он учился вообще много лет, он прислал ему приглашение на свадьбу и прислал ему также билет на свою свадьбу, сколько-то перелёт многочасовой на другой конец страны. И не только им он прислал, но также своим друзьям, с которыми он учился, которым он хотел видеть у себя на свадьбе, он прислал им также приглашение и также билеты. Всего восемь человек. Восемь учеников для своих друзьям и главей Ишивы. И они сели на самолёт и довольны, радостны, и особенно, конечно, для главы Ишивы это был такой знаменательный день, всегда приятно видеть ученика, который строит новый еврейский дом. И в течение полёта изменилась погода, и условия полётной стали настолько тяжёлые, что самолёт был вынужден совершить экстренную посадку в каком-то небольшом городе, незапланированную посадку. Это был малюсенький городок, но ничего делать, совершили посадку. И они понимали, что по времени они уже, скорее всего, не успевают на свадьбу. Но делать нечего, они вышли из самолёта, и у них было несколько часов, и, скорее всего, несколько часов им нужно было ждать, пока не будет погодных условий, которые позволят им продолжать полёт. И поскольку солнце садилось, они решили помолиться в дневную молитву в Минха, и стали искать место. Это был небольшой аэропорт, довольно-таки пустынный, и они спустились вниз и вышли из здания аэропорта, и зашли на складские помещения. Зашли туда, стали искать какое-то место, где можно встать и помолиться. И тогда они увидели одного из рабочих, и спросили, можно, если его не помешает, если они тут будут стоять группой. И он, когда их увидел, он уставился на них, а не мев. И они сначала подумали, может быть, он не понял, и спросили его ещё раз. Он ничего не ответил, он просто стоял, открыв рот и смотрел на них. И они подумали, может быть, он не понимает языка, повторили ему ещё раз, и помедленнее, и раздельно. И так давно открыл рот, пришёл в себя и рассказал им следующее. Он сказал, что его отец умер много лет назад, и он знал, что нужно говорить и поминальную молитву к Адиш, но он никогда не говорил. И в тот день, о котором идёт речь, и к нему ночь накануне ему приснился отец и попросил его помолиться к Адишу, это поминальная молитва о его душе. И сын ему сказал, я бы не против, но я не могу, я тебе не обещаю, потому что я живу в маленьком городке. Я знаю, что для того, чтобы молиться, молитву к Адишу, нужно меня, нужно 10 человек. И я не знаю, тут нет у нас и троих евреев на всём этом городке, вдалеке от еврейских больших общин, я не обещаю тебе. Скорее всего, я не смогу. Я работаю, я не собираюсь, куда ехать ради этого. И отец его спросил, но если я тебе приведу евреев, то ты согласна? И он сказал во сне, что он согласен. И когда он их увидел, этих девятерых человек, которые заходили, зашли к нему на работу, там, где он работал на складе, в аэропорту, он просто онемел. Понятно, что у отца этого человека, наверное, были необыкновенные заслуги перед Всевышним, если такое необыкновенное чудо произошло, и даже ему было дано право спуститься в этот мир и попросить у его сына. И тем не менее, это говорит, насколько ему было это важно. То есть такая цепочка, такая необыкновенная цепочка последовательности, что прислали приглашение, прислали билеты, они полетели, и было нелетное условие, и погодное условие, что они вынуждены совершить посадку. И все это, все это, все это, все это для чего? Для того, чтобы один сын, который, скорее всего, уже отошел от жизненного уклада, уклада жизни своего отца, чтобы он сказал одну единственную молитву к одежде. Насколько это важно. Даже для такого человека, каким был его отец, ради которого все это было закручено. Насколько это важно. Это то, что называется хаейнецахтлуимбазе. То есть жизнь души, вечная жизнь души, она зависит от этого. Мы продолжаем изучение то, что Раф Пинкус говорит, о каких вещах нужно молиться с необыкновенной силой, с такой силой, что даже человек как будто теряет контроль над собой. Или продолжает Раф Пинкус молитва о детях, то, что мы сказали, или бриют агуф, или здоровье. что вся работа по служению Всевышнему, оно зависит от здоровья человека. Как написал Рамба, то есть человек не может служить Всевышнему, если он больно. Понятно, что всегда в любой истории, в еврейской истории, в любой человеческой истории были люди, которые даже когда они были больны, или даже смертельно больны, и тем не менее они использовали оставшиеся им годы, или месяцы, или недели для того, чтобы максимально собраться и действительно достичь, и они достигли необыкновенного уровня, человеческого или духовного уровня, именно благодаря болезни. Естественно, что были такие случаи, но и они сейчас есть, чтобы у всех было здоровье. Но тем не менее, по природе вещей человеку, который болен и который испытывает недомогание различного рода и степени недомогания, понятно, что ему очень тяжело сосредоточиться, очень тяжело думать о чем-то другом. Как правило, человек погружен в себя и погружен в свои недомогания. Поэтому также просьба здоровья это просьба очень-очень сильная. Немца. И поэтому просьба, которую мы просим, они на самом деле очень-очень сильные и очень страшные. И если не будет этого, это большое несчастье, вечное несчастье, пишет Трафинкус. То есть любая просьба, пишет Трафинкус, здесь такое понятие наеврити цепора нефиш, то есть это что-то очень-очень как будто сердцевина души, что-то очень важно, очень трепетное, от чего душа зависит. И поэтому перед тем, как человек обращается к Всевышнему и просит о чем-то, он должен Пистрафинкус подумать серьезно насколько действительно то, о чем он просит, насколько это ему важно, насколько это ему необходимо в жизни. Здесь есть разница в силе того, как человек обращается. Или это вещь, которая ну хорошо бы, чтобы было, да, здорово, прекрасно, замечательно, чтобы это было. Или действительно это просьба выражена в такой форме, что человек, его жизнь от этого зависит. Это совершенно две разные формы обращения. И пишет Равпинкус И когда человек кричит, кричит, имеется в виду, конечно, в сердце, не так, чтобы все испуги убежали. когда человек кричит в сердце и чувствует до конца, насколько это ему важно, очень-очень сильно, сколько ему важно, сколько ему невозможно без этого. Это уже достаточная причина для сама по себе, уже форма этого обращения, уже это сама по себе причина для того, чтобы Всевышний выполнил его просьбу. как пишет царь Довид афифу ниха влей мавит акута ламиня облака смирти. им царей шаул мац оуни, истраданья маггил инашли миня, истраданья искорб ия нашол. То есть царь Давид, когда он просил, он не просто просил, он просил то, что он просил Всевышнего так сильно, как будто его жизнь, жизнь его зависит от этого. Все свои просьбы, как будто он просил, он просил с силой и мощностью, глубиной, как будто он не может, он не может, он умрет, если у него этого не будет. Высавив саю, савив савив июфу фимату саканод лаурид навшо лещоль. Пишет Раввенков, что вся вся жизнь царя Давида была окружена вся жизнь от рождения до конца, было полно причин, по которым его могли убить. Он родился в семье, где он был изгоем, то есть всегда, в своей жизни были люди, которые пренебрегали, унижали его или хотели его смерти. Он родился, и он был изгоем, он был пятном позора на семье своего отца. Его отец считал его незаконнорожденным ребенком, несмотря на то, что он был законнорожденным ребенком, тем не менее, это было пятно позора, и отец не хотел его видеть, он жил отдельно от всей семьи, он был пастухом, и жил где-то там в лачуге, чтобы не попадаться на глаза людям, которые приходят, и гостям, людям, которые приходят, семью. его отец был действительно важным, уважаемым, почитаемым человеком, очень праведным человеком, но он считал так, как он считал. И братья его презирали, отталкивали, не хотели иметь с ним дело. Потом, когда пророк Шмуэль получил пророчество, что в доме Ишая, в семье Ишая, Ишая, это был отец царя Давида, и живет боже, и царь Израиля, он не знал, кто, но он пришел, и все сыновей Ишая, и у него были очень замечательные сыновья, и он сказал, 10, кажется, и пророк Шмуэль сказал, нет, нет, ни один из этих он не будет царем Израиля. Все, конечно, расстроились, но нет, больше нет детей, больше нет детей в доме, все, вот это дети, которые есть. И пророк Шмуэль сказал, нет, я знаю, пророческим образом узнал, я знаю, есть еще дети, ну нет, вот, то есть, даже его отец настолько он не хотел его звать, когда пришел пророк, но когда его все-таки позвали, позвали Давида, он был тогда отроком, и Шмуэль сказал, пророк Шмуэль сказал, да, это он, но Шмуэль, тот, кто царствовал в то время в Израиле, он не готов был принять, что Давид будет следующим царем, потому что за какой-то определенный проступок царь Шауль лишился царства, но не совершенно однозначно, потому что через пророка ему Всевышний сказал, и он, что он отдаст царство лерахату вами мека, то есть я отдам царство преемнику тому, кто лучше тебя, и царь Шауль считал, что если он сделает шубу, если он раскается, если он принят и поймет, что он сделал неправильно, после того, как человек раскаялся, он уже другой человек, он другая личность, у него уже нет этого беда, этого греха, который был до того, и он считал, что он заберет царство от того Шауля, от того, как будто прежнего у прежнего его, и отдаст ему нынешнему, ему теперешнему, и поэтому он считал, что он продолжает быть царем, так он понял то, что ему сказал пророк Шмейль, но это было не так, потому что действительно царство перешло Давиду, но когда Шауль узнал, что теперь Давид, он объявил себя помазанником, он решил, что это государственная измена, и он подкапывается по трон, и этот человек, который называет себя царем, при живущем и здравствующем царе, он изменник, и он подлежит смертной казни, и царь Шауль приложил максимум усилий, чтобы найти, чтобы убить царя Давида, и очень много стихов, книги Теллим, посвященные тому, как царь Давид, он скрывался, он скрывался, не хотел, не хотел, чтобы его убили, естественно, но тем не менее, он не хотел убивать царя Шауль, он только скрывался, он не хотел вести с ним войну, но в конце концов, после того, как он уже стал царем, и вся его жизнь, это была борьба бесконечная, и войны, которые он вел ради евреев, войны с филистимлянами, и без конца, без конца он вел войны, и всегда его жизнь была полна страданий, была полна мучений, была полна войн, и внутренних войн, и внешних войн, потом, когда он уже стал старше, его сын Авшалом, он взбунтовался против него, и объявил себя царем, решил сбросить своего отца, царя Давида, с престола, и, конечно, для любого отца это ужасная трагедия, когда сын так ведет себя по отношению к нему, но тут он был не просто, ведь Давид был царем, и Авшалом, он был государственным преступником по меркам, по законам царствования, и тем не менее, Давид не хотел его убивать, он только скрывался от него, чтобы его сын, собственный сын, чтобы он его не убил, и не только так, но и многие советники, многие государственные министры, они отвернулись от царя Давида, и даже его близкий друг, его личный советник, Кахитофель, которому он был близок, советовался с ним на протяжении многих лет, он тоже отошел от него, он тоже приткнул к лагерю его сына, к лагерю Авшалом. Представляете, какой-то удар для человека, который привык видеть рядом с собой друга, и человека, с которым он советуется, вдруг он уходит, не просто уходит, а уходит во вражеский лагерь, а он полагался на него много лет, и опять он скрывается, и опять он страдает, опять люди хотят его убить, и опять он просит и умоляет Всевышнего о том, чтобы он его спас. В конце концов, Авшалом погиб очень страшно, очень мучительной смертью его. Он был на лошади, его волосы, у него были длинные волосы, они зацепились за ветки деревьев, и он так повис, вот так висел, пока он не погиб. Когда Давид узнал о том, как погиб его сын, он очень-очень страдал, он очень переживал, все равно это был его сын, это был его любимый ребенок, и, конечно, он был очень горький, конечно, было очень страшно. И так прошла жизнь царя Давида, и все его переживания, его просьбы, его мольбы, все это он запечатлел в книге Таилими, когда Всевышний ему помогал, когда он его спасал. Не просто так, ну, хорошо, все прошло, нет, он говорил, что вернись, душа моя к своему покой, потому что Всевышний спас тебя, потому что ты спас, Всевышний спас мою душу от смерти. Он Но если он кричит, и он просит, и он возопит, как будто Всевышний против Своей воли, он да, выполнит его просьбу. Угимара. И написано в Талмуде. Аль Яавец. Дальше Угимара рассказывает нам про человека, про имени Яавец. Кто был этот человек Яавец, приводит ссылку на Девре и Мим на описание, кто был Яавец. Приводит молитву человека по имени Яавец, мы пока не знаем, кто это такой, который просил Всевышнего, пожалуйста, благослови меня, приводит его молитвы, и расширь мои границы, и твоя рука будет со мной. И сделаешь, чтобы не постигло меня страдания, и так далее, приводит его молитву. Кто был такой Яавец? Приводит Медраше Хазаль. Кто это был Яавец? Это был Яуда, один из сыновей Якова, брат Шимона. Другое имя, которое приводит в Медраше наших мудрецов, что его звали Атниэль. Почему? Потому что Аннауэль Всевышнему ответил. В Яавец, имя, которое приводится здесь в писаниях Яавец. Почему? Откуда это имя? Яавец, что Яавец от слова «этца», от слова «совет». Он был советником, давал веребец и распространял, и обучал Торе Израиля. И какую же молитву он молился? «Имберэхты вархэни, бербэтеет гвули». Он просил несколько, большая-большая у него была молитва, несколько вещей он их просил. И Рафпинкуус приводит мнение Гемары, что можно понять его молитву в двух видах, двух понятиях, двух плоскостях. Одна плоскость, она очень духовная, и одна плоскость, она не духовная, как будто она совершенно материальная. Ну о чем же идет речь? «Имберэхты вархэни». «Имберэхты вархэни, фтори, чтобы Всевышний благословил его фтори». «Вербэтеет гвули, чтобы в него были ученики. И твоя рука будет со мной, чтобы я не забыл, то есть это его имя, от первого лица, чтобы я не забыл то, что я изучила в конце, под конец жизни, под старт лет, чтобы он не забыл то, что он изучал когда-то. И чтобы у меня были друзья, подходящие мне, то есть у него были близкие друзья, которые подходящие мне, отсюда видно, что просьба о друзьях это очень духовная, очень сильная просьба. «Чтобы не победило меня дурное начало». «Если ты так делаешь, обращается Яавец, обращается к Симошу, если ты так делаешь, это хорошо, если ты выполнишь мою просьбу, то, что я тебя прошу, это хорошо, а если нет, я умру в страданиях», так он говорит. «И сразу же пришел Всевышний и выполнено дал ему то, о чем он просил». «Пишет Рафпинкус, насколько интересен и замечательный язык наших мудрецов, который написали сразу». «Сразу пришел Всевышний, поскольку его просьба была таким образом, что он сказал, «Если ты не выполнишь, я умру в страданиях, я не смогу жить». Всевышний сразу ему ответил, «Вука, врахман, шлифамима, иномы, молебы, гашат бномы, засиба». Как милосердный родитель, который иногда не выполняет просьбу своего ребенка по какой-то причине. Но если он понимает, что жизнь его ребенка зависит от этого, то, что он просит, он не сможет жить, он умрет, если ему это непонятно, что любой нормальный родитель, он сразу же побежит, он это даст. Не просто даст, он побежит, и он это даст. И другое понимание, другая плоскость этой молитвы, которую молился Яавец, или другим словами, Яуда, сын Якова. Совсем другое понимание его молитвы. Если ты благословишь меня, чтобы у меня были дети, мальчики и девочки, и ты дашь мне благословение, если скажем современным языком, что у него была удача в бизнесе и удача в ведении дел. Чтобы у меня не было заболеваний, особенно он подчеркивает заболеваний ушей, чтобы не было заболеваний глаз. Особенно ему было это важно, чтобы он был здоров в этой области. Чтобы я царала, чтобы дурное начало не победило меня. Почему? Потому что тогда, если дурное начало победит, он сможет иногда изменить закон, иногда согрешить что-то, в чему обязывает его закон. Он по-другому его поймет и скажет, ну это можно. Если ты так делаешь хорошо, а если ты так не делаешь, если ты не выполнишь мою просьбу, то, что сейчас тебя прошу, я умру в страданиях. И сразу Всевышний сделал, выполнил то, о чем он просил. То есть, понятно, первый раз, при первом понимании думали, он просил о таких высоких духовных вещах. Конечно, сразу пришел Всевышний выполнить. Но сейчас мы говорим, он просил очень земные вещи, очень понятные вещи. Сразу пришел Всевышний и ему ответил. И пишет Рафпинкус Не только вещи, которые связаны с духовным, составляющим жизнью, но от этого зависит жизнь. Это жизнь, это вещи, без которых каждый нормальный человек понимает, что без этого невозможно жить. О чем пишет Рафпинкус? Какой общий знаменатель у вещей, про которые человек может и обязан, и если он хочет действительно, чтобы это было в его жизни, он может и должен просить, что как будто от этого зависит моя жизнь. Как будто он без этого не может жизнь, без этого он уберет в страданиях, он не сможет. Это жизненно важно. И даже как Рафпинкус пишет в начале, когда мы начали изучение этих врат и в истерике. Какой общий знаменатель? Что называется жизнь? Рафпинкус пишет Ишуфдад. То есть человек должен, чтобы у него был Ишуфдад. Ишуфдад, произведенное понимание этого понятия, это нормальное, спокойное состояние, когда человек может сосредоточиться, когда он может принять взвешенное решение. Это называется Ишуфдад. То есть если человек чем-то обеспокоен, что-то его волнует, нервирует, не важно в какой области, эмоциональной, физиологической или денежной, физической, не важно в духовной области, если он не в состоянии, когда он может принять, обдумать какое-то решение, взвесить и обдумать что-то нормальное, у него нет Ишуфдад. И это вещь, в которой Рафпинкус пишет, у него нет жизни. Только это по понятиям наших мудрецов, только это и называется жизнь. Только тогда можно сказать, что человек живет. Если он, нет у него Ишуфдад, нет у него это состояние спокойного, нормального понимания, что происходит и способности сосредоточиться, у него нет жизни. Тогда любая вещь, которую он понимает, выводит его из состояния, лишает его жизни, об этом он должен молиться, что от этого зависит его жизнь. Не просто зависит его жизнь, что он по понятиям внешним, если у этого не будет, он умрет. Он не умрет, он будет жить. И внешним будет даже казаться, у вас замечательная жизнь, и он преуспевает. Но внутренней жизни у него не будет, если у него нет Ишуфдад, если у него нет понятия спокойного и спокойного состояния души, у него нет жизни. По понятиям наших мудрецов, по их пониманиям, нет у него жизни. Человек должен просить о любой вещи, которая его это лишает, чтобы Всевышний выполнил его просьбу. О чем это говорит? Мы привыкли жить в таких понятиях, что ну есть, ладно, не есть, ну как-нибудь, не знаю. Но если человек просит, а даже незначительные вещи, может быть, действительно, если мы подумаем, представим себе ситуацию, у человека нет Ишуфдад, у него нет спокойной сосредоточенности. Но то, что ему мешает, это какая-то мелочь. И иногда даже человек говорит, ну неловко об этом просить, это вроде как мелочь. Но он сам в глубине души знает, что от этого зависит его нормальное жизненное условие. Это говорит о том, что люди в правильном, в резком понимании должны жить полнокровной, замечательной, взвешенной, радостной жизнью. И действительно должны понимать, от чего зависит их жизнь, не только физическая, но и эмоционально, от чего она их зависит. Для того, чтобы жить полностью, для того, чтобы жить действительно на все сто. А в древности, то есть, Рафинкус пишет Кадмуним, то есть, основатели еврейского народа, да, их мудрецы, которые жили когда-то. То есть, люди понимали, что вся их жизнь не может быть, ну так, ладно, ну как-нибудь перебьемся, ну ничего, справимся. Нет такого, не может быть такого. Человеку дана жизнь, он должен эту жизнь использовать максимум. И как написано про царя Давида, приводит Рафинкус, очень интересно, когда, я сначала переведу, царь Давид, простите, царь Давид, он танцевал перед Всевышним, перед Ковчегом Завета. Когда, о какой ситуации идет речь, когда Ковчег говорил о том, что царь Давид, он вел войны с филистимлянами, они нападали на еврейские, на еврейские поселения, на границе, все время, все время без конца были, враждебные условия. И Ковчег Завета, он много лет был пленен у филистимлян, наконец, они отбили его и вернули, вернули в Израиль. И когда он возвращался, когда процессия шла, то царь Давид, он танцевал перед ним, перед Ковчегом Завета. То есть, он танцевал перед Всевышним, его сердце было наполнено радостью. И Мудрецы пишут, что если написано «Бхоль Оз», и царь Давид танцевал со всех сил, то есть, говорит нашу Мудрецы, если написано «Со всех сил», то это значит действительно «Со всех сил», то есть не осталось в его ни физическом, ни в национальном состоянии, ни какой-то уголок, в котором была еще какая-то сила, которую он не использовал. Если он танцевал со всех сил, то он действительно танцевал на все сто со всех сил. Пишется в Пинклсей. Естественно, вещь такая известная, что когда человек, он находится в опасности, тогда он вдруг открывает в себе силы, о которых он никогда не подозревал, и что если все было спокойно, мирно, как обычно, обыденно, то он не использовал бы эти силы никогда. Только в минуту опасности, когда что-то грозит его жизни, тогда вдруг он обнаружит у себя, что оказывается он может, но способен намного на большее. Если про царя Навида написано, что он танцевал со всех сил, то есть все его служение Всевышнему, оно всегда было со всех сил. Все, что он делал, все, чем он жил, все, чему он посвятил свою жизнь, он вкладывал в это всего, всего себя. И так пишет Тора про основателей еврейского народа, про Авраама, про Ицхах и про Акова, сравнивать их с лошадьми, которые бегут по болоту. То есть понятно, что они могут увязнуть, если это трясины, они бегут, и они уже боятся, они не просто бегут со всех сил, они боятся увязнуть. Тем не менее, они со всех, понятно, что когда животное находится в такой ситуации, то он максимально выкладывается, чтобы не увязнуть. А если мы смотрим на это как на метафору, то они боялись увязнуть в темноте этого мира. То есть если они чувствовали, настолько они были на духовном уровне, что если они не вложат в самих себя в служение Всевышнему, их жизненный путь, он будет темнее, он будет еще темнее, темнее, его и поглотит, физическое существование без Всевышнего, оно поглотит их. Этого они боялись, поэтому они бежали со всех сил вперед. И пишет Рафпинкус, когда человек просит о чем-то у Всевышнего, должен понимать, что без этого у него нет жизни. И приводит Рафпинкус историю про Раби Акиву, когда он провожал последний путь своего друга, своего учителя Раби Элизера. Он был настолько скорбел о том, что ушел его учитель в жизни, что он царапал себе лицо и выходил окрот. И спрашивает Талмуд, но ведь нельзя, есть запрет истории, человек не может себя царапать, это запрет, невозможно, это запрет. Каким же образом он приступил этот запрет? Нельзя этого делать. Есть и бывают обычаи народов, что на похоронах люди царапают себя, любьют себя, у них стекает кровь и так далее. И Рафпинкус приводит слова Раби Шмулевича, почему, откуда такой запрет, в чем его причина. И объясняет это таким образом, что когда человек царапает себе лицо, и он в таком трауре, в таком горе от того, что ушел кто-то из его близких, он тем самым говорит своим поведением, что он не хочет эту жизнь. И без того человека, которого он любил, которому он был так привязан, он не хочет больше жизни для него. Эта жизнь, в которой он остался, она хуже смерти и так далее. И пишет Талмуд, почему же этот запрет, почему так нельзя делать? Потому что... Как ты можешь сказать, что ты не хочешь эту жизнь, когда у тебя есть творец, который любит, который близок к тебе очень-очень. Но почему в случае Рави Акива, он же был мудрец необыкновенного, совершенно потрясающего уровня. Почему же он это делал? Почему? Потому что он не просто горевал о человеке, которого любил он, он горевал о тех словах Тора, о том уровне учения, который он достиг в изучении Тора, если вы, Рави Акива, был жив. Ва Царих лавина вихя, ягодоль шраби Акива вьюшомя ха им, аль шиних салу, турато шераби или эзра гаду, кофе от смоя гаду лва танаим. Тропинкус приводит... Зачем он приводит этот пример? Что, естественно, мы могли бы подумать, ну, хорошо, речь идет о Рабиакиве, он человек такого высокого уровня, какое имеет это к нам отношение. Но, однако, не так просто, потому что мы тоже можем из этого учить что-то маленькое, чуть-чуть, чуть-чуть, что-то, что относится тоже к нам и даже к нашему времени, хотя прошло столько лет, и мы, конечно, уже не на таком уровне, это совсем высоты, которые недостижимы для нас. Но, тем не менее, пишет Тропинкус, если, например, человек может и сожалеть о том, кем он мог бы быть, то есть, например, если бы был у нас храм, то мы бы были намного более... мы бы были другими людьми. И в духовном плане мы были бы намного выше в понимании Торы. Для мужчин, которые учат Тору, вы очень глубоко, они намного больше бы поняли. И интуиция наша была бы большей, и радость от жизни нашей большей, и любовь к жизни у нас была бы большей. И счастье того, что мы живем на этой земле, да, на Всевышнем, оно было бы неимоверным. И вообще то, что мы живем в этом мире сотворенными, то есть все-все у нас было намного больше, намного выше, намного красочнее, намного ближе к Всевышнему, и соль жизни мы чувствовали бы намного больше. То есть мы упустили, мы могли бы быть другими. И мы нет. И этот, пишет Арпинкус, если бы мы понимали этого, мы бы тогда молились о храме, чтобы он построен как можно быстрее. Если бы мы это понимали, на самом деле мы бы молились по-другому. И пишет Арпинкус, понятно, что уровня Рабиакива мы не достигнем, и понятия, о которых мы тут говорим, это слишком бы законно, но чуть-чуть-чуть-чуть мы все-таки могли бы, да, использовать чего-то у нас в нашей жизни. Человек понимает, что то, что он просит Всевышнего, это очень неимоверная важность и вещь для его жизни. На самом деле, понять, насколько это важно, вещь для его жизни, то, что он просит. И в глубине своего сердца. В глубине нет, так чтобы это было слышно вокруг, конечно, нет. Но в глубине своего сердца он бы кричал Всевышнего, просил его. Это не такая тяжелая вещь для человека, который может привыкнуть к этому. Не такая-то тяжелая вещь. И приводит Рафинку слова Рабихайма. На самом деле, если бы он использовал то, что у него есть, использовал бы силы, которые у него даны, он бы мог за один час выучить то, что другие выучили бы, 10 часов учили бы это. Или он мог бы выучить за один час то, что в таком расслабленном состоянии, он бы это учил 10 часов. Но если он сконцентрируется, на самом деле, он может максимально усилить, он мог бы выучить это за один час. То же самое, то, что относится к молитве. Если человек на одну минуту, на одну секунду, он достигнет действительно правильного чувства в молитве. И у него действительно поймет, достигнет понимания, насколько та вещь, которая поискана необходима, жизненно важна ему для души, для жизни его души. Не только души, духовно вообще, для его жизни души. На несколько минут. И он вложит все свои силы, все свои силы, на самом деле, все свои эмоциональные силы он вложит в эту просьбу, в это обращение к Всевышнему. Как человек, который с ума сходит, когда ему что-то очень сильно нужно. Он тогда достигнет. И он тогда достигнет... А, еще такой момент. Действительно, он вкладывает себя в эту молитву, но без того, чтобы это было видно снаружи, без того, чтобы никаким движением, никаким странным поведением себя не выдавать. Насколько этот момент, он дорог, насколько эти минуты, эти секунды, они дороги, они прекрасны. И за одну секунду он может достигнуть очень высокой, очень высокой, необыкновенной близости ко Всевышнему. И много преодолеть, много ступеней, много ступеней любви и понимания. И когда он достигнет этой минуты, этой секунды, он может запомнить, запомнить, как это, запомнить, где он находился. И тогда он сможет это повторить и повторить еще раз, пока это не станет его привычкой. Пока это не станет, на самом деле, его привычкой, и тогда его молитва совсем приведет другие краски, другое понимание и другое чувство. Я желаю вам, чтобы Всевышний был с вами всегда и во всем, что вы бы не попросили. Всего доброго. До свидания.